Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала маркет с торговыми идеями, в котором каждый день включая выходные мы постим дополнительный аналитический контент вам в помощь в принятии торговых решений. Ну что ж, сегодня волатильность на рынках точно будет более значительной, потому что сегодня после праздничного дня в США накануне на рынке возвращаются трейдеры, вместе с ними и объемы. Сегодня также по повестке экономического календаря, если пробежатся, есть отчеты, на которые мы с вами обязательно обратим внимание. Ну и безусловно, мы готовимся к протоколам последнего заседания американского регулятора, которые выйдут завтра поздним вечером. И протоколы как раз станут одним из самых важных событий этой недели. По поводу текущей повестки экономического календаря. В 9.30 по GMT я предлагаю, друзья, вместе со мной проанализировать данные по индексам активности производственного сектора и сферу услуг Англии. Для нас эта статистика сейчас крайне интересна, потому что мы с вами долгое время шортим британскую валюту и пытались с учетом оценки разных секторов британской экономики определить ее перспективы и, конечно же, потенциальные действия британского регулятора, которые направлены на стабилизацию финансово-экономических условий. От всего этого уже зависит то, что происходит с британской валютой. По прогнозам, если чуть-чуть забежать вперед, можете сами посмотреть экономический календарь, цифры с большой долей вероятности разочаруют. Я думаю, что в этот раз эксперты будут правы. Действительно, мы увидим слабые цифры, которые могут еще больше усилить давление на британскую валюту. В 14.45 по GMT выйдет индексы PMI производственного сектора США. Но это не такая объективная и важная статистика как отчет АСМ. Для общей картины, я думаю, что не лишним будет разобрать и данный фундаментальный релиз. В целом, по индексу доллара 103.93. Текущие котировки. Мы постепенно приближаемся к прежнему сопротивлению 104 пункта. Я не сомневаюсь в том, что в ближайшей торговой сессии мы сможем оказаться выше. Коррекционная динамика, которая началась еще в прошлую пятницу, надолго на рынках не задержалась. Это оправданно, потому что весь этот фундаментальный фон, который мы имели возможность разбирать в последние 2-3 недели, на который я делал прям такую большую ставку и акцент, еще раз все напомнил вам накануне, весь этот фон способствует только лишь одному направлению движения доллара. Это сохранение этим инструментом восходящей динамики. Вспомните комментарии главы Кливленда Лоретты Мейстер, главы ФРБ Сент-Люиса Джеймса Булларда. Все они касались темы того, что ключевую процентную ставку американского регулятора нужно повысить до 5,5%. Это уже конкретика, друзья. Это не размытые утверждения либо комментарии, которые ранее любил делать глава американского регулятора Джером Паул. Это конкретная установка, которая позволяет нам ориентироваться на конкретные значения. Банк оф Америка тоже прогнозирует после жесткой риторики авторитетных представителей американского регулятора, что ставка действительно вырастет до 5,5%. И учитывая, как часто рынок через разных лиц касается этой темы, я думаю, что мы в полном праве, друзья, ориентироваться на то, что действительно ставка ФРС, ключевая ставка США доберется до данного уровня. И делаем простой, абсолютно оправданный вывод о том, что учитывая, что сейчас ставка 4,75, для того, чтобы она выросла до 5,5%, значит мы ждем как минимум на ближайших трех заседаниях повышения процентной ставки на каждом из них на 25 боесных пунктов. Но также напомню, что я все же немного более амбициозно мыслью считаю, что американский регулятор на заседание 21-22 марта, то есть фактически ровно через месяц, повысит процентную ставку на 50 базисных пунктов. Дополнительно проясните картину, нам помогут завтрашние протоколы американского регулятора. И если не будет никаких сюрпризов, то уже после протоколов мы увидим еще больше рост, более интенсивные покупки американского доллара и закрепление уверенно, уже надеюсь, выше 104 пунктов. Эта идея совершенно не противоречит то, что сейчас происходит на рынке казначейских облигаций. Десятилетний трежерис котируется на уровне 3,85%, прибавляя уже с открытия сегодняшней торговой сессии практически 1%. 4% по доходностям трежерис десятилетком – это тоже вопрос ближайших торговых сессий. Плавно переключаемся на золото. 1838 долларов за тройскую унцию. Золото под давлением. Если растут доходности американских облигаций, особенно так, как мы видим сейчас, такими процентными эквивалентами, то, конечно же, золоту почти невозможно оказать какую-то конкуренцию, сопротивление самым надежным казначейским государственным облигациям. И золото очень трудно конкурировать, конечно же, с долларом. На индекс хроничных настроений пока не обращаем внимания, потому что подсказчик сейчас этот индекс не самый лучший, потому что распределение покупателей и продавцов в районе 50 против 50. Это не те условия, на которых можно отстраивать торговую идею, основанную на сантименте. Поэтому предлагаю дальше работать вот с привычным фундаментальным фоном. Рынок нефти 83.07. Каких-либо дополнительных новостей за вчерашнюю торговую сессию не было. Но единственное, что после последних решений России по сокращению объема нефтедобычи дополнительно на 500 тысяч баррелей в сутки, Goldman Sachs накануне пересмотрели свой прогноз по росту бренда до 100 долларов за баррель. Но мне кажется, что мы темы прогноза роста бренда до 100 долларов за баррель касались уже неоднократно, делая отсылку на другие не менее именитые банки и инвестиционные фонды. По другим финансовым активам евро против доллара ждем теста поддержки по европейской валюты уровня 1.06. Я допускаю, что это произойдет еще до выхода протоколов завтра. Британская валюта 1.20.26 маленький шаг отделяет нас от теста поддержки 1.20. Это тоже, на мой взгляд, неминуемо. Накануне потечный кредитор Building Society сообщил о самом масштабном снижении цен на недвижимость в Англии. Причем этот спад превысил 12% и стал самым масштабным со времен финансово-экономического кризиса 2008 года. Рейтерс чуть развили эту тему, провели опрос и представили нам данные экспертов, аналитиков, которые считают, что до конца этого года стоимость недвижимости в Англии снизится еще как минимум на 5%. И снова возвращаемся к теме кризиса на рынке недвижимости, строительной отрасли, что является лакмусовой бумажкой общего состояния британской экономики. И говорим о рецессии, которая уже началась, но точно будет очень затяжной. Ждем, какие меры будет принимать британский регулятор, параллельно шортим британскую валюту. Американский фондовый рынок S&P 500 4069 пунктов, учитывая, что ФРС ясно дал понять, что ставкам расти на американский фондовый рынок будет снижаться. Цель по S&P 500 ждем закрепления ниже уровня 4000 пунктов. И пара доллар-иена 134.34. Конец этой недели будет крайне важен для японской иены, потому что в четверг выйдут данные по инфляции. Мы ожидаем рост индекса потребительских цен до 4,5%. Это более чем в два раза превышает целевой ориентир японского регулятора. И согласитесь, на этом фоне будет глупо японскому регулятору говорить о сохраняющихся дефляционных рисках, о том, что инфляция и ее рост являются временным явлением, и нет необходимости пересматривать денежно-кредитную политику. Я думаю, что при новом руководстве политику нужно пересмотреть. И надеюсь, что это произойдет уже совсем скоро. И в пятницу, друзья, первое выступление у Эды. Это человек, которого сейчас утвердили. Ну ладно, утвердили, возьмем в кавычки. Его кандидатуру одобрили на пост главы Банка Японии. Сейчас еще нужно утвердить в обеих палатах парламента. Но думаю, что это, скорее всего, формальность. Можем уже считать, что он следующий глава Банка Японии. Его первая пресс-конференция, которая будет анализироваться с точки зрения того, что выступает глава японского регулятора. И любой акцент на будущее изменения денежно-кредитной политики должны будут привести к значительному укреплению йен. Я очень на это надеюсь. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok